Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». С вами Ирина Чекунова. Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Тем более, что тема у нас сегодня такая. Тема касается практически всех жителей региона. Будем сегодня говорить о работе нашего сердца. Итак, сегодня у меня в гостях главный врач областного клинического кардиологического диспансера, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Игорь Абрамович Эльгард. Игорь Абрамович, здравствуйте. Здравствуйте. Заведующая Центром медицинской профилактики Тверской области, кандидат медицинских наук, доцент, магистр общественного здоровья Елена Андреевна Низова. Елена Андреевна, добрый день. Добрый день. И детский кардиолог детской областной консультативной поликлиники, детской областной клинической больницы Елена Владимировна Медведева. Елена Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Сегодня нас объединил один день, который объединяет, наверное, тысячи людей. Это Всемирный день сердца. Он отмечается каждый год 29 сентября. Это глобальная кампания в области здравоохранения. И основная задача этого дня – повышение осведомленности о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения, возникновения этих заболеваний и предотвращения. Девиз в 2020 году Всемирного дня сердца – сердце для жизни. Впрочем, этот девиз, наверное, на протяжении ряда лет сохранялся. От который год уже празднуется этот день? Более 10 лет. Более 10 лет. Каким образом доктора нашего Тверского региона отмечают этот день, если возможно назвать праздником, но почему бы нет, да? Ведь сердце – это наряду с мозгом один из самых важных органов в человеческом организме. Мы, как правило, используем этот день для того, чтобы очередной раз привлечь внимание всех наших жителей к этой проблеме, возобновить в памяти у людей основные признаки, симптомы заболевания, о том, что нужно сделать при каких-то опасных, так сказать, проявлениях болезни. И вообще мы как бы стараемся привлечь к этой теме внимание, потому что люди так устроены, что они быстро забывают. А нужно все время напоминать, и это лишний раз позволяет нам напомнить людям об этом, обо всем. И вот эту тему поднять, эту тему животрепещущей, она всех интересует. Да, еще сердце называют природным мотором, да? Что сделать, чтобы этот мотор-то работал как можно дольше и как можно успешно и без поломок? Елена Владимировна, что касается детей и подростков, вы тоже так же у себя, как Игорь Абрамович сказал, отмечаете или как-то проводите беседы с родителями? Ну, безусловно, конечно, мы проводим профилактику заболеваний среди сосудистой патологии. Объясняем родителям, что нужно делать, как уберечь детей. Конечно, безусловно. Более того, те люди, кто уже был у нас в поликлинике, кто посещает, наверное, видели, у нас тоже есть информация, есть ролики, которые мы сами делали. Поэтому, конечно, этим вопросом мы обязательно занимаемся. На каждом визите причем стараемся. Елена Андреевна, вот до начала эфира Вы говорили, что тоже изготовлены у Вас ролики, да? Профилактическая работа, она очень важна здесь. Конечно, мне бы хотелось все-таки поднять очень важный вопрос, что человек должен прежде всего знать и делать, чтобы не заболеть сильно и не умереть. Вот давайте все-таки о грустном, может быть, немножко в начале. Не умереть прежде всего от серьезных заболеваний сердца, прежде всего от инфаркта миокарда. И действительно, на сайте Центра медицинской профилактики или даже просто в поисковике вы найдете Ирина Слуцкая, это фигуристка известная, олимпийская чемпионка. О, такое вот лицо, достаточно известное всем. Такое селебрити не случайно было избрано, не профилактическая медицина, для того, чтобы она за одну минуту донесла до людей очень важные вещи. И она там говорит очень простым языком, что человек должен сделать для того, чтобы вовремя попасть в руки специалистов. И эта проблема очень важная. Вот если ретроспективно посмотреть практически на каждый случай инфаркта, он не возникает на ровном месте среди полного здоровья. Все равно человек или родственники его, к сожалению, уже иногда постфактум отмечают, что были какие-то признаки, были жалобы, и человек на них не обратил внимания. Поэтому, чтобы далеко не углубляться в эту печальную статистику, нужно сказать, что загрудинная боль, загрудинная боль, давящая. Загрудинная, это не вот тут непосредственно, а где-то в спине она ощущается? Где она ощущается? Ну, я это на себе как-то уж, простите, покажу, но все-таки это вот. Это вот такое ощущение. Вот здесь вот давящее ощущение загрудиной. Оно может, оно не длительное. Вот не надо как бы думать, что это должны быть часы и дни. Нет, наоборот. Мы боимся кратковременных сжимающих приступов. Придавит, что называется, и отпустит чуть-чуть. Потом еще раз придавит. Эти ощущения могут эридировать в плечо, в нижнюю челюсть. Но вот еще раз, вот эти вот три магические слова. Давящая, боль за грудиной. Давящая, это значит не острая. Это не проколы, скорее всего. Хотя, конечно, есть атипичные проявления, особенно у женщин, особенно у людей с сопутствующей патологией. Мы сейчас говорим в прямом эфире все-таки о классических проявлениях. И вот если они начали беспокоить, особенно они возникли впервые. Вот никогда их не было у здорового мужчины, у здоровой женщины. Конечно, мы говорим о людях определенного возраста. Мы здесь не упоминаем о людях 20-летнего возраста. Это, конечно, за 40. Вот наша главная беда, это группа риска. И вот эти ощущения не надо терпеть, если они возникли впервые. Нужно обратиться в кардиологический диспансер. А если это действительно нестерпимая боль, или она появляется в течение дня, недели, чаще и чаще, особенно при физической нагрузке. А пациенты вообще рассказывают это очень четко. И вот просто в пятницу опять мы разбирали один случай. Вот у женщины она чаще и чаще. То она на четвертый этаж поднимается у нее, потом это второй этаж, потом это первый этаж, потом она встает с кровати, и она сидит дома, и только через неделю она попадает в руки кардиохирурга, слава богу, это вовремя, и ей ставят стенд. Я уточню, это обязательно физическая нагрузка, или это может быть во сне, это может быть в положении покоя? Чаще? Чаще это при физической нагрузке. Физической нагрузке. Все-таки классическое описание стенокардия, а сейчас мы описываем именно приступ стенокардии, это боль, связанная с нагрузкой, во время нагрузки. Не после того, как женщина там прополола грядку, пришла домой, и вечером у нее вот здесь вот заболела. Хотя все равно, еще раз, в первую очередь, это локализация боли, загрудинная боль, и давящий ее характер. Вот лучше, если даже вызовется скорая, поедет человек в больницу, там будут взята кровь, сделаны необходимые исследования, электрокардиография, пускай это не подтвердится диагноз. Но мы, к сожалению, сейчас видим обратную ситуацию, тогда, когда недодиагностируем мы. Вот лучше мы перейдем этот этап, когда у нас будет много вот таких ложных обращений. Вот система здравоохранения от этого не, как бы, да? Вот, но это нужно знать каждый. Вот в этом ролике, и мы сегодня написали в нашей группе, в котором присутствуют главы администрации муниципальных образований, чтобы отметили этот день просмотром этого ролика. Вот как кино вечером, вот собрались семье и уделили одну минуту времени, чтобы посмотреть этот ролик. Сразу вопрос, если человек чувствует, вот мы в серьезный год, очень тревожное время с вами встречаемся, приезжают по таким вызовам скорой, ведь зацикливают выезды по симптомам коронавируса. Ну, здесь, конечно, коронавирус мы не можем сбрасывать со счетов. Смотрите, мы здесь сидим с вами в масках, мы все так... Да, это, к сожалению, необходимость этого дня. Мы выполняем поручение президента о том, что нам нужно, как бы, более внимательно относиться к себе и очень тщательно соблюдать все рекомендации. Но в любом случае приезжает скорая помощь, они, хотя и сами по себе предохранены от коронавируса, но они делают все необходимое, независимо ни от чего. То есть здесь никаких связей нет. Коронавирус не является причиной здесь для того, чтобы они не приехали, или там какие-то другие моменты. Я к чему, что этот вид заболеваний, он не забыт, остальные больные не забыты на фоне вот этой всеобщей беды? Ну, вы знаете, вот я могу сказать, что, конечно, когда вот началась пандемия, и там некоторым образом уменьшилось количество у нас, к сожалению, даже вот операций в нашей областной больнице, которая очень здорово в последние годы вообще работает в этом направлении. Но все равно, так сказать, хотя и уменьшилось, но сейчас мы полностью восстановили все, и, в принципе, мы сейчас работаем в таком режиме, что называется онлайн. Понятно. Игорь Абрамович, извините, я вас вынуждена прервать буквально на несколько минут, мы прервемся на рекламную паузу, а потом продолжим наш разговор. Давайте. Мы вновь в эфире, дорогие друзья, в эфире программа «Тема дня». Сегодня говорим о профилактике болезней сердечно-сосудистой системы. У нас сегодня очень уважаемые специалисты нашего Тверского региона практические советы даем. Вот с Игорем Абрамовичем мы говорили до перерыва о том, что сейчас диспансер кардиологически работает в режиме онлайн, вы даже сказали. Чувствуете, что побольше стало пациентов, наплыв какой? И как записаться? Реально ли сейчас многие нас слушают и говорят, а вот как записаться? Придется, наверное, ждать неделю, а то и месяц, чтобы попасть к врачу. У нас работают, во-первых, дежурные врачи постоянно, и если острые боли или какое-то такое неотлонное состояние, то помимо скорой помощи, если люди не хотят обращаться в скорую помощь, они могут подойти и их примет дежурный врач. Кроме того, к нам могут приехать без записи жители региона всего, из всех районов области. Мы принимаем в день обращения, как взрослых, так и детей, кстати говоря. И принимаем мы их по мере того, как они приезжают. Вот первая половина дня у нас работает один или два дежурных врача, и все нуждающиеся получают помощь. А так мы в любом случае ведем запись, записываются через регистратуру, по телефону 65, 55, 30 или есть по интернету запись, или приходят лично записываются. В любом случае, записи идутся каждый день в течение недели. И сейчас где-то на следующую неделю записи. Уже на следующей неделе, но это нормально, если нет такой экстренной ситуации. На 5, 6, 7, 8. Это все касается людей, которые наблюдаются постоянно у нас, периодически. Вот к этой теме, я надеюсь. Да, мы вернемся, конечно. Елена Владимировна, вот мы говорили с Еленой Андреевной относительно симптомов, на которые должен в первую очередь обратить человек взрослый, так называемая группа риска. На что обращать внимание родителям? Какие симптомы сигнализируют об опасности, которая грызет ребенку? Ну, Владимировна, я бы хотела отметить, что детскому кардиологу, конечно, намного реже приходится сталкиваться с инфарктной патологией, с инфарктом неокарта. Мы больше всего, конечно, сталкиваемся с пороками сердца, с шумами. Это тоже врожденные, так называемые, заболевания или приобретенные? Ну, здесь тоже надо дифференцировать, ведь пороки бывают и врожденные, и приобретенные. Мы, естественно, работаем и с тем, и с другим. Давление, нарушение ритма сердца, вот, собственно говоря, это основные, так скажем, пациенты, которые преимущественно приходят с этими жалобами. Если говорить о симптомах, то, опять же, дети у нас разного возраста. Да, вот я сегодня села, присутствую в красном халате. Это мы для радиослушателей говорим, что Елена Владимировна у нас в красном халате. Я сначала подумала, что даже это у вас не халат вовсе, а это, оказывается, ваша рабочая одежда. Да, для того, чтобы убрать так называемый синдром белого халата у детей, да, когда ребенок видит белый халат у него, у некоторых, да, деток непроизвольно, они плачут, кричат, и, собственно говоря, это, вот, немножко усугубляет тяжесть осмотра. Поэтому, вот, купила себе, приобрела такой красный халат. Я еще вас спросила, это символизирует сердце, да? Да, как сердце, и как для того, чтобы немножко расслабить ребенка, и он не думал, что опять что-то будет плохое. Так вот, если говорить о маленьких детках, да, которые не могут сами, ну, дифференцировать, или сказать, или пожаловаться, тут, конечно, большая работа родителей. Или они, и участковых педиатров на местах. Это может быть и какая-то отдышка, которая не нравится, да, это может быть и потливость, и где-то что-то ребенок синеет. Если он уже двигается, бегает, то, может быть, он присаживается, или быстрее устает, чем остальные детки, да, вот, в основном, такие у нас симптомы идут. Ну, педиатры отмечают, что иногда тоже такой симптом, что плохо прибавляет в весе ребенок. Который совсем уже малыш. Который маленький, да. Видно, что худенький должен был уже больше прибавлять, а он вот в весе отстает. Часто болеющие детки тоже сюда можно отнести. Если это ребенок более старшего возраста, конечно, они уже идут, и давление у них может беспокоить, и те же боли за грудины, да, и давящие в том числе, и разного характера. Вот, иногда просто без жала приходят. Педиатр услышал шум, или какое-то нарушение ритма, или на профосмотрах изменения на ЭКГ. Вот, получается, что с этими моментами мы всегда работаем. Елена Владимировна, вот такой диагноз поставленный, это не приговор в детстве? Это все вылечивает? То есть, возможно, что, став взрослым, человек будет здоровым? Ну, конечно. Тем более, что мы поддерживаем отношения с федеральными центрами, которые занимаются, в частности, коррекциями пороков сердца, если мы говорим о пороках. Да, естественно, производится обследование ребенка, устанавливается точный диагноз, потому что некоторые патологии, она бывает вторичного характера, и после обследования, после правильного лечения относительно той или другой патологии, ребенок выздоравливает и уходит спокойно к себе в жизнь дальше. По взрослой жизни. Да, да, по взрослой жизни. В этой взрослой жизни, насколько важен, ну, мы говорим постоянно об образе жизни, да, вот как раз вот относительно того, может быть, важен ритм детской жизни. Это занятие спортом, это правильное питание. Здесь все сопутствует этому, пока еще человек, будучи ребенком, подростком, не научился пить и курить. О том, о чем мы говорим взрослым людям. Ну, безусловно, конечно, и образ жизни, и образ семьи, да, и здоровье родителей, которые, собственно говоря, до того, как, да, у них произошло это чудо. Здесь, конечно, все важно. Если уже ребенок есть, конечно, работа в семье тоже важна. Это и правильное питание, и снижение там употребления соли, жирного, да, следить надо за весом. Профилактика должна проводиться, гиподинамия. То есть в семье тоже большую роль играют. Да, да, да. И я как раз хотела спросить, вот вы о питании начали говорить. Холестерин, да? Холестерин, повышенное давление, это что, на что внимание обращают взрослых людей, да, если уже эти показатели превышают норму? Это первое, что нужно обращать. Мы с вами, значит, закрыли детскую тему. Нет, мы будем так и говорили. Ну, конечно, это вопросы такие, которые у всех на слуху. Холестерин, избыточное артериальное давление. Мы все время эти вопросы муссируем, все об этом говорят, все разбираются. Но на самом деле здесь существуют совершенно простые алгоритмы, которые нужно неукоснительно выполнять. Если у вас повышенное давление, вы должны регулярно отслеживать это цифры артериального давления, вы должны принимать гипотензивные препараты, вы должны наблюдаться у участкового врача, либо, если это тяжело, далеко зашедший случай, у врача-кардиолога, но вы должны не менее одного раза в три месяца контролироваться у врача, так сказать, с тем, чтобы определять, как у вас давление поддерживается на нормальном ли уровне, и как обстоит дело с холестерином. Холестерин – это составляющая артериальной гипертонии. Как правило, они идут параллельно. Гипертония и гиперхолестериномия. Холестерин, цифры холестерина, они должны быть в определенных, так сказать, пределах поддерживаться. Там это самое по единицам должно быть где-то. Ну, они разные, есть единицы. Ну, например, где-то порядка 4-х, 4 ммл. Или там, вокруг это общий холестерин. И там есть и составляющие. Короче говоря, холестерин, если повышен, то нужно обязательно принимать препараты, снижающие холестерин. То есть диеты этого не сделать, да? С диеты надо начать. Надо начать с диеты. Но если она, так сказать, не коррегирует, то тогда надо уже начинать препараты принимать. И это, так сказать, сейчас двух мнений быть не может. Вот уровень холестерина надо поддерживать на оптимальном, так сказать, цифрах. Иначе, иначе у вас вот эта гипертония и гиперхолестериномия приводят к образованию бляшек. Что приводит к инфаркту? Инфаркту миокарда, инфаркту мозга, всевозможных осложнений на сосуды конечностей. И любые сосуды в организме, они подвержены образованию бляшек. Если холестерин высокий, то они страдают. И вот это нужно запомнить, и нужно этим заниматься, потому что само по себе это не проходит. У магистра общественного здоровья Елена Андреевна, все-таки вот ваш совет, может быть, по образу жизни, вот общественное здоровье, это отношение тех, кто живет в нашем регионе, объединяет к этой проблеме, и отношение к своему собственному здоровью? Ирина, вы, безусловно, подняли очень важный вопрос. Все начинается с отношения к собственному здоровью. Насколько оно ценно для вас, для меня, для Игоря Абрамовича, для Елены Владимировны, для нас ценно. Поэтому, конечно, мы задаем себе вопрос, что нашему сердцу хорошо, а что нашему сердцу плохо. Если для людей это не ценно, то он не будет себе задавать эти вопросы. Поэтому, наверное, действительно, наша задача Центра медицинской профилактики, прежде всего сделать, чтобы вообще здоровье в целом и здоровье сердца, если мы сегодня об этом говорим, для каждого человека, начиная с детства, для родителей, для взрослых, которые уже отвечают сами за себя и за будущее свое поколение, вот оно было ценным. И поэтому, если мы уже на этот вопрос себе ответили, то наступаем, задаем следующий вопрос, что я должна сделать, чтобы эту ценность сохранить. И здесь действительно говорили уже о важных вещах. И говорили о холестерине, о питании, о поддержании нормальной массы тела. Это все очень важно. Но все-таки я бы хотела еще добавить очень важный фактор. Это достаточно физическая активность. Вот сердцу нашему она очень требуется. Сердце наше не любит покоя. Вот недаром это, да, это не хочется покоя, но это относительно чувств романтических. Это относительно, да, относительно каких-то эмоциональных вещей, слава богу. Это тоже влияет, да, эмоциональная составляющая человека. Да, но вот все-таки нашему сердцу не нужно давать физический покой. Оно должно, в общем-то, разгонять свой ритм определенные моменты. То есть его нужно тренировать. Это не значит, что сейчас нас послушают и сразу понесутся кросс какой-то 50 км. Все постепенно и просто активность. Ходьба, допустим, та же самая, да? Только ходьба. Действительно, мы, конечно, как грамотные врачи, уже опытные врачи, здесь должны осторожно давать все советы. Но, в общем-то, наверное, уже нормальный человек понимает, что если он плохо себя чувствует, гипертоник, не измерив себе нормальное давление, он не возьмет скандинавские палки и не пойдет. Но, опять же, пока, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что у нас люди двигаются мало. Даже те, кому разрешено, у кого нет никаких противопоказаний, они предпочитают слишком умеренный, сидячий и спокойный образ жизни. Поэтому все-таки 40-минутная ходьба, ну, 40 минут в день, ну, или хотя бы в неделю, вот если мы посчитаем, мы не двигаемся столько. Поэтому умеренная ходьба, но так, чтобы все-таки сердце начинало работать чуть чаще. Нам надо добиться того, чтобы наш пульс не оставался в пределах 60-70, как в покое. Хорошо, когда ему дадут немножко устать нашему сердцу умеренно. Тогда мы что делаем? Мы активизируем кровоток в сердце, вот в наших коронарных сосудах. И вот эти бляшки, о которых говорила Игорь Абрамович, они будут образовываться не с такой скоростью, они не будут покрываться тромбом, они не будут... То есть вот это вот, но это настолько логично, что если человек двигается, то у него улучшается кровообращение, и, естественно, все атеросклеротические процессы у него замедляются. Очень важный совет. Давайте послушаем телефонный звонок нам, звонят телезрители. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Ой, ну пусть буду я Валентина Петровна. Да, Валентина Петровна, мы вас слушаем. Так, у меня диагноз спинокардии напряжения и плюс экстрасистолия. Однажды у меня была такая ситуация. Экстрасистолия меня так вот постоянно мучает, но однажды подряд, дня два была частая экстрасистолия. А на третий день, весь день, вот с утра до пяти, до шести часов я вызываю скорую помощь. Только положила трубку, и у меня все прекратилось. Приезжает скорая, а у меня ничего нет. Он на меня смотрит и говорит, а у вас ничего нет. Уезжает скорая. Я только закрываю дверь за скорой, и у меня опять все началось. Я поняла ваш вопрос, Валентина Петровна. Ну, я хочу узнать, вот что это такое было. Я хожу на швейце, постоянно нахожусь под наблюдением кардиолога. Сейчас пью таблетки, которые мне выписывают. Все рекомендации врача выполняют. Но у меня вот этот случай из головы не выходит. Ага, спасибо большое, спасибо. Игорь Абрамович, вы ответите, что-то вы сказали. Да, наверное, доктор, который вас наблюдает, вам назначил препарат, который препятствует развитию этих экстрасистол. Я думаю, что вам можно попробовать еще, если доктор не назначал вам, то сделать вам холтеровский монитор, поставить, посмотреть в течение суток, как происходит это. Но бояться здесь не нужно, ничего страшного в этом нет. Экстрасистол – это не опасное такое осложнение, которое опасности для жизни это не вызывает. Поэтому не надо так переживать. Спокойно ходите к своему врачу, обсуждайте с ним это, и он вам все, что нужно, сделает. Спасибо. Я думаю, что это исчерпывающий ответ. Давайте вернемся к тому, что Елена Андреевна говорила. Вот, казалось бы, мы начинали с того, что при нагрузке человек ощущает загрудную боль, а загрудную боль – это, опять же-таки, при нагрузке. И в то же время нагрузка необходима. Да, вот, в меру нагрузку, и, может быть, ее каким-то образом прибавлять. Это необходимо для человеческого организма? Ну, конечно. Вот так вот в одном предложении, может быть, в одном каком-то таком послании объединять эти две абсолютно разные вещи. Конечно, если во время нагрузки возникают еще раз вот эти вот ощущения, ее нужно немедленно прекратить, обратиться к врачу, и в случае это достаточно сильных проявлений, вызвать скорую помощь. Еще раз, вот, хотелось бы, что, может быть, это было одним из главных посланий нашего сегодняшнего эфира. Мы говорим для физической нагрузки, о физической нагрузке, а для здоровых людей, которые не испытывают этих ощущений, мы говорим о физической нагрузке людей, у которых есть вот так называемые факторы риска, артериальной гипертонии. Им тоже не рекомендовано сидеть, лежать и не выходить на улицу. Это не повод для того, чтобы завалиться на диван. И говорить, насколько я буду жалеть себя, и перечислить себя к лику больных. О том же холестерине, все-таки он слегка, здесь ни в коем мере мы не говорим об отказе от противохолестериномических препаратов, но все-таки физическая нагрузка. Большие исследования на больших группах людей показали. Это касается больных с диабетом. Диабет совсем не дружит с болезнями сердца. Вот совсем не дружит. И для того, чтобы уменьшить это влияние диабета, он распространен очень широко на сердечно-сосудистую систему, вот чтобы уменьшить, тоже человеку нужно ходить, плавать, танцевать, я не знаю, что угодно еще делать. Велосипедия. Радоваться жизни, да? Это же тоже прибавляет эмоции, да? Человеку каждому. Положительных эмоций. Физическая нагрузка тоже прибавляет эмоции. Что сейчас, к сожалению, ведь негатив, который у нас идет, и на фоне пандемии, это ведь тоже, наверное, не влияет хорошо на человеческий организм и на человеческое здоровье. Надо преодолевать себя. Надо делать все для того, чтобы идти вперед. Андрей Андреевич, правильно говорить, надо двигаться. Движение – это жизнь. Кстати, вы советуете также, вот, Елена Андреевна, ой, запуталась Елена Владимировна, вы точно так же советуете и родителям, точно так же для детей, вот это вот, ведь, ну, лекарств, конечно, много, да? Мы о лекарствах еще поговорим, но насколько полезнее, да, исключать болезнь просто физической нагрузкой? Ну, конечно, мы тоже обязательно советуем, особенно тем, кого действительно детки приходят к нам тоже с повышенным давлением, да, естественно, все рекомендации, которые сегодня прозвучали, тоже самое, они подходят для наших пациентов, подростков и с давлением. Если, конечно, мы исключили при обследовании всю органическую патологию, которая может привести, да, у ребенка к этой проблеме, то, конечно, движение, велосипеды, лыжи, коньки, танцы, плавание, пожалуйста. Привлекать родителей, кстати, тоже, наверное, бы. Да, все семьи. И очень важно, вес, если излишний, тоже у детей, кстати говоря, снижение веса нормализует давление у взрослых и у детей. Да, поддерживаю, что правильно. Да, поэтому недаром сказали, что излишний вес – это тоже как люди в группе риска, да? Кстати, вот сейчас модные скандинавские палки, они как вот, хорошо? Я, конечно, предпочитаю сама лыжи. Я лыжи предпочитаю, потому что, мне кажется, здесь работает больше группа мышц. А вот скандинавские палки, у меня есть знакомый, ему за 90, он каждый день несколько километров проходит с этими палками. Это насколько полезно? Молодец. Это очень полезно, это доказанный абсолютно вид такой физической активности, который укрепляет многие системы, мышечные системы определенные. Вот спину, например, разгружает и тренирует действительно много групп мышц, нисколько не меньше, чем во время бега, если кто-то вот хочет. И поэтому, конечно, он сейчас приобретает все большую популярность, поэтому только за, никаких вот таких противопоказаний. Но, как всегда в этих случаях говорят, после необходимо проконсультироваться с врачом, вот с участковым врачом, с кардиологом. И тоже еще, чтобы, может быть, закончить эту тему с физической нагрузкой, даже людям, которые перенесли операции на сердце и стентирование, и операции большой хирургии, шунтирование. Тоже им врач всегда дает рекомендации, это, а, принимать лекарства. Вот это, наверное, еще одна беда. Может быть, сейчас как раз мы перейдем, потому что это не конечная точка, когда человек сказал, я сделал себе операцию, и теперь я могу забыть о своем прошлом, о том, что было с моим сердцем. Ни в коем случае, это начало еще большого длинного пути, когда операция решает какую-то проблему, но дальше нуждается в поддерживающих различных мероприятиях. Но им тоже, конечно, ходьба и занятия спортом ни в коем случае не противопоказаны. И здесь, опять же, человек должен себе ответить на вопрос, что я теперь не больной, я особый человек, но мне нужно следить очень за своим здоровым. Опять ходить, двигаться под присмотром, под таблетками, но движение этой жизни для этой категории людей также. Вот мы сейчас упомянули таблетки, конечно, не стоит время на месте. Да вот мы когда собираемся в поход, я формирую походную аптечку, тем более, что она должна быть довольно-таки такой легкой, потому что на себе все несем в рюкзаке. И обязательно у меня там нитроглицерин, мало ли что, и валидол. А вот Елена Андреевна сказала, забудьте, вообще такое понятие валидол не существует, но я его покупаю в аптеке. Что, 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 мы не будем сейчас советовать это очень индивидуально, да, кому какие лекарства назначаются. Но вот такое, чтобы в аптечке было всегда на всякий случай, есть такое. Это нитроглицерин тот же самый, или мы сейчас об этом не говорим? Неотложная помощь, вы имеете в виду. Вам же нужно аптечку для неотложной помощи. Для неотложки, да. А мы за полярным кругом там нету болезни. Аспирин нужно, и нитроглицерин нужно. Аспирин. И нитраты. Ну, нитраты, может быть, нитросорбит, там, или аспирин, или нитроглицерин. Вот такие препараты. Это если при остром, так сказать, при остром катаклизме сердечной мышцы. Ну, а вообще, я не знаю, для неотложной аптечки человек, чем больше знает, тем больше ему тяжелеет. Да, вы знаете, у меня есть знакомый врач, он с собой берет 6-килограммовую аптечку, потому что он много знает, и он берет на такой случай. Поэтому, да, поэтому здесь можно говорить на эту тему очень долго. А почему валидол? Не упоминайте, уже не назначается? Ну, валидол сейчас как-то доказано, что он никакого эффекта действий не производит. Это чисто психологический препарат. Когда человек просто привык, когда-то знал, что это помогает? Лучше валидол заменить все-таки на аспирин. Аспирин? Если говорить сейчас, да, о каких-то таких доказательных подходах, то вот и тоже в этом же ролике тоже говорится о том, что нужно разжевать таблетку аспирина. Ну, это просто, вот вы понимаете, но понятно, что у кого-то, может быть, тут же скажут язва желудка, все почему-то вспоминают, что аспирин очень сильно влияет на желудок. Вот понимаете, от 2-3 таблетки аспирина язва в желудке сильно ничего не будет из желудка, а спасти она может. Все-таки сейчас доказательная медицина говорит о том, что аспирин действительно во время приступа, пока ты ждешь скорую, нужно разжевать, проглотить, положить под язык лучше. Вот, то есть вот это, вот об этом лекарстве не стоит забывать. И эти 20 рублей, которые оно стоит, тоже, наверное, имеет смысл потратить и положить его в аптечку. Это вот обычная таблетка аспирина без каких-либо добавок. Ну, есть различные сердечные формы аспирина, и пациенты их знают, да, они тоже могут быть в этой аптечке, у кого уже там гипертония или были какие-то раньше сердечно-сосудистые события, ради бога. Но мы сейчас говорим о таком более общем, простом, для всех доступном подходе. Это аспирин. Теперь давайте продолжим тему, которую уже затронули. Относительно, вернее, сначала, достаточно у нас кардиологов в регионе? Уровень специалистов, вот, все-таки помощь требуется многим, да? Как в том же среде, и детских, и взрослых? Ну, может, начнем с детских. Сколько у вас специалистов приезжает со всей области? Ну, у нас в поликлинике, в поликлинике при областной детской больнице, консультативной, работают два кардиолога. Вот, есть еще кардиолог, который непосредственно работает в стационаре. Конечно, нагрузка у нас большая, вот, наверное, можно было бы еще включить кардиолог. Она, может, не знает, так глобально в этом плане. Я могу говорить только относительно своего лечебного учреждения. Дело в том, что у нас, конечно, нехватка врачей-кардиологов, как взрослых, так и детских. Вот, нехватка, как по стандартам, так сказать, обеспечения этими врачами на душу населения, так и реально. То есть, не хватает их. Ну, детских кардиологов, естественно, в районах вообще... В районах, вот, у нас же много очень районов, да, дуаловенных районов. Во многих районах вообще нету детских кардиологов. Они не имеют таких специалистов, как вообще. И у нас, да, вот у нас в кардиодиспансере было два кардиолога, а одна уехала вот в Москву. А, ну, у нас беда, да, Москва-Питер, потому что там другой был. И сейчас вот очень острая нехватка возникла. Но дело не в этом. Взрослых кардиологов тоже не хватает, особенно в районах области. В районах области есть такие районы, где то же самое их почти нету. Вот, Воржев, например, такие как Осташков. Такие крупные районы. Да, Осташков, там, Вышневолойчок мало. Там есть... У нас не хватает кардиологов как таковых. Хотя вот надо сказать, что сейчас вот неотложная помощь, она наладилась. Благодаря тому, что успешно работает областная больница, там создан вот такой центр по экстренной хирургической помощи сердечной, то там сейчас делаются все, так сказать, вот эти мероприятия, которые, в принципе, обеспечивают, почти обеспечивают нужду в этих самых острых коронарографии, шунтирования, стентирования. Это где хирургия, да? Хирургия. Хирургия, да. А вот то, что Лилия Андреевна говорила, операции проводятся здесь или там, если экстренно необходимо ехать в Москву? Ну, у нас операции экстренно проводятся здесь, в Москву ехать приходится только в тех случаях, которые слишком сложные. Может быть, бывают такие, которые здесь просто не могут быть осуществлены из-за того, что не хватает такого, будем говорить, более совершенного оборудования. А оборудование, да? Ну, и специалисты еще. И специалисты еще тоже могут. Ну, это практически сейчас почти все операции делаются здесь. Даже поруки начали оперировать у нас. Так, мы говорим об оперативной помощи, а клинический, кардиологический диспансер, фактически специализирующийся, он у нас один на регион? Диспансер один, и вот здесь у нас как раз и происходит вся та рутинная работа, которая необходима для постоянного, так сказать, поддержания, уже тех, кто прооперированы, те, кто еще будут оперироваться. А то есть все у вас и будущие, и настоящие потенциальные? Они все наблюдаются у нас, они приходят к нам на диспансерный осмотр, они получают у нас после операции лечение ежемесячно, бесплатно, кстати говоря. Государство обеспечивает ежемесячно в течение года бесплатными препаратами, которые очень дороги на самом деле, да. Они стоят несколько тысяч рублей, вот одна упаковка, и это большая, очень, так сказать, помощь для тех, кто болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями. После стентирования, после операции аортокоронарного шентирования, после, так сказать, других операций на сердце, все это поддерживается. В течение года человек получает вот ежемесячно эти препараты. А у нас есть какая-то статистика уровень заболеваний сердечно-сосудистыми? Ну, конечно, у нас есть статистика, у нас все это отслеживается. Поэтому много процентов, процентов. Ну, процент сидений в соответствии с заболеваниями достаточно высокий, вот он пока еще у нас, так сказать, ну, будем говорить, далек от того, чтобы мы хотели, вот, по сравнению с государством, со всеми, так сказать, по сравнению с среднероссийскими показателями, у нас заболевание выше, несколько выше. А почему только? Ну, у нас пока еще целый ряд, вот, целый ряд этих самых областей центрального федерального округа, к которому и мы относимся здесь, у нас высокий уровень этих заболеваний. Связывает это с тем, что у нас средний возраст значительно выше. Вот та самая группа риска, да, о которой мы говорили. У нас, да, у нас, в основном, это преобладают люди пожилого возраста, вот, среди населения. Ну, и есть еще некоторые причины, которые мы считаем. Здесь, может быть, борьба с алкоголем нужно более, мне кажется, более активно вести. Это уже такая работа совместная, это уже больше не к докторам. Мы тут говорили, на этом круглом столе. Социальные факторы. О том, что у нас может происходить и происходит, к сожалению. Социальные факторы еще такие есть, которые мы, к сожалению, мы ими не управляем, но они влияют на эти заболевания. А экология влияет то, что человек, живет он на природе, на даче, в деревне, или живет он в мегаполисе, в крупном? Это как-то влияет на себя? Считается, что это влияет. Таких доказательных, так сказать, убедительных данных мы не можем привести, так сказать, вам сказать точно, что вот, допустим, сравнить там 10 тысяч живущих в городе и 10 тысячами живущих на даче. Ну, и считается, что жизнь на свежем воздухе не только приятнее, но и полезнее. Кстати, вопрос мне неоднократно задавали относительно купания в той же самой проруби. Можно ли человеку с давлением, с сердечно-сосудистой патологией, окунаться в этот прорубь? Он, с одной стороны, мотивирует на здоровье, а с другой стороны, тоже к личному врачу верить. Вопрос этот тоже такой дискутабельный. Есть фанатики этого, которые, несмотря на давление и прочее, так сказать, купаются в проруби и, как говорится, несмотря ни на что, есть люди, которые опасаются. Ну, во всяком случае, я считаю, что это экстрим такой, он не показан для людей, страдающих хроническими заболеваниями, и надо воздержаться от этого. Вот так будем говорить, такой итоговый, так сказать, будет результат наших размышлений. Да, и всех нужно советоваться с врачом, да? Ну, знаете, врач – это тоже человек, это субъект, он тоже высказит вам свое субъективное мнение. Не надо думать, что врач – это какой-то оракул. Хватается человек за соломинку, когда припрёт. Врач может быть один, может быть другой. Тут надо… Каждый человек, между прочим, свой организм знает очень хорошо, может быть, даже лучше, чем врач. Он сам себя должен оценивать и сам должен к себе относиться взвешенно и с любовью. Каждый, кто получил организм в пользование, должен пользоваться им очень бережно. Да, чтобы сердце наше работало, которому не хочется покоя. Как можно дольше, да, и как машина, без поломок. Елена Андреевна, ваше пожелание, у нас программа, к сожалению, подходит к концу, ваше общее пожелание. Нас сейчас слышат тысячи жителей региона. Итак, мы сказали, на что в первую очередь надо обратить внимание, да? Какой образ жизни желательно вести. Если вот подытожить, чем можно профилактировать ещё? Профилактировать, наверное, можно радостью от жизни всё-таки. Жить с удовольствием, жить с положительными эмоциями, научить себя жить. Всё-таки сегодняшним днём, несмотря на то, что, может быть, он не самый лучший день жизни. Я имею в виду вот эту вот нынешнюю ситуацию с новой коронавирусной инфекцией. Всё-таки, наверное, сейчас это у всех, безусловно, на слуху. И поэтому, вот, может быть, здесь, наряду с пожеланием, безусловно, здоровья, хотелось бы обратить внимание, что другие болезни никуда не ушли. Они остались. И поэтому мы с утра просыпаемся и думаем, может быть, как бы нам не заразиться. Но не надо забывать, что у нас ещё есть и другие органы, и в том числе сердце. Что есть, конечно, вот такая сочетанная патология. Сейчас эта коронавирусная инфекция изучается всё больше и больше. И течение у пациентов с заболеваниями сердца тоже вопрос открытый. То есть, возможно, это даёт осложнение. Конечно, и осложнение, и особенности течения. Такие статьи всё больше и больше появляются. Поэтому особенно нужно вспомнить о том, что сердце живёт тоже сейчас в неблагоприятных условиях. Слушать, научиться себя, свой организм, прислушиваться к нему. Вовремя бить тревогу, когда что-то с ним не так. Ну, а всё-таки, конечно, хочется пожелать, особенно в такой хороший осенний день, это жить с радостью и жить своим сердцем в ладу. Елена Владимировна, от вас пожелание? Доктор в красном халате, в оптимистичном. Ну, я как раньше всегда, конечно, желаю здоровья. Вот, относительно детей. Хотела бы обратить внимание родителей. Больше, конечно, обращать внимание на состояние своих детей. Быть для них примером, следить за их самочувствием. Обязательно, если есть патология по сердцу, обязательно наблюдаться. Лечить все свои хронические сопутствующие инфекции. Опять же, движение, вес, диета. Ну, вот как-то так. Примерно в этом ключе я бы хотела пожелать всем нашим маленьким деткам, и их родителям вести себя. Ну, Игорь Абрамович, как заслуженные врачи Российской Федерации, вашу оптимистическую нотку хочется уснуть в завершении программы. Я хотел бы, несмотря ни на что, сказать, чтобы вы соблюдали сейчас все рекомендации, которые необходимо при коронавирусе соблюдать. Это очень важно. Ношение масок, дистанция. Я не говорю, чтобы вы все одевали перчатки. Это, может быть, я, так сказать, усиленно предохраняюсь. Но я хочу сказать, что это все спасет вас от этого коронавируса. И чтобы вы могли жить и радоваться жизни, будьте здоровы. Вот замечательное завершение программы. Уважаемые друзья, я благодарю вас за вашу работу, потому что вы действительно делаете великое дело. Хочется надеяться, что жители нашего региона все-таки по большей части будут к себе прислушиваться, да, и вовремя обращаться к врачу. А то, что медицинская помощь приходит вовремя, насколько я поняла, неотложно, и поможет это, я думаю, что мы это до жителей региона донесли. Спасибо вам огромное. Здоровья вам. До свидания. И с днем сердца.